Владивосток Большое спасибо, Анна. Мне также очень приятно принять участие в этом интервью. Я бы хотел отметить, что это мой первый визит в Владивосток и первый визит на Дальний Восток России. Это удивительный город и очень важный город. Он находится на пересечении экономических путей, туристических путей, и он также важен с точки зрения безопасности. И мне кажется, будущее будет только подчеркивать важность этого города. В отношении гостеприимства я лично чувствую именно теплоту, которая исходит от жителей города, с которыми я встречался, и то гостеприимство, с которым я столкнулся. Я лично различаю именно политические аспекты людей и то, что исходит от людей искренне. Политика меняется, к лучшему или к худшему, но люди всегда искренне. И я чувствую эту искренность, которая исходит от людей, их заинтересованность, их любопытство в том, чтобы узнать от представителей другой страны. Конечно же, визит военного корабля является всегда знаком потепления отношений между странами. Конечно же, сейчас такие визиты не имеют места, но тем не менее, Соединенные Штаты и Россия сейчас работают вместе в области безопасности, в очень важной области безопасности, что связано с контролем над вооружениями. Это является важной областью как для Соединенных Штатов, для России и для всех страны мира. Хотелось бы отметить, что только в арсенале Российской Федерации и Соединенных Штатов находится 90% всего ядерного оружия в мире. Сейчас имеет в силу договор о стратегических наступательных вооружениях, известных как СМВ-3. И недавно вступили в силу ограничения по количеству боеголовок, которые подразумеваются данным договором, и по количеству средств доставки. Сейчас ведется активная работа с обеих сторон для того, чтобы этот договор имел силу. Но при этом, конечно же, не происходит именно визита военных кораблей, но тем не менее, работа ведется. Я бы хотел сказать, что у меня есть два взрослых сына, и они служат военно-морском флоте. И, конечно же, они бы согласились, если бы такой визит намечался в Владивосток, они бы с удовольствием, с нетерпением его ждали. И Владивосток, это будет хорошо. И я уверен, что их коллеги и их коллеги бы с удовольствием это в правильный момент. Господин посол, как считаете, под силу ли нашей дипмиссии на Дальнем Востоке все-таки стать такой некой точкой роста взаимоотношений между Россией и США в этот достаточно напряженный политический период? Я надеюсь, что это будет увеличение в каждой из наших дипломатических инсталлаций. Потому что мы были значительно снижены в последние годы. Я, конечно же, надеюсь, что это произойдет и можно было бы применить ко всем дипломатическим миссиям. Но стоит отметить, что нам пришлось сократить значительно наш дипперсонал, коллеги дипперсонал в наших представительствах. И это же, конечно, повлияло в том числе и на выдачу виз, на эффективную работу именно народной дипломатии. Но я надеюсь, что нам удастся восстановить эти функции и вернуться опять к прежней работе. Так как именно в нашем взаимоотношении между Соединенными Штатами России является одним из самых важных в этом мире. Конечно же, они подвержены политическим изменениям, так как что-то ухудшается и улучшается. Но мне кажется, что в течение этого года, уже в последующем месяце, будет больше диалога и будет более широкий диалог на более высоком уровне. И после того, как состоятся такие встречи, состоится такой диалог, то после этого будет иметь место уже больше каких-то движений в этом направлении. По своей натуре я оптимист. И я привык видеть общее между США и Россией, вместо того, чтобы обращать внимание на те вещи, которые нас разделяют. И я вижу много потенциал для соглашения между США и Россией, на экономических проблемах, на безопасности. Между нашими странами действительно очень много общего, то, что нас объединяли, как в сфере экономики, так в сфере безопасности, в сфере международных дел, то, что связано с контролем над вооружениями, по вопросам Украины, Сирии и даже по вопросам Северной Карии. И без Соединенных Штатов и Россия, иногда, это неизвестно. Я бы даже сказал, без Соединенных Штатов и России, миру будет сложно решить эти вопросы. То, что нам необходимо сделать сейчас, это наиболее эффективно использовать дипломатические усилия для того, чтобы восстановить наши функции. Эксполсии, которые в последние годы, у нас очень, 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 очень трудно. Господин посол, сегодня на брифинге вы говорили о прогрессе во взаимоотношениях между Северной Кореей и США. И, конечно же, я не могу не задать вопрос по поводу того, что Владивосток рассматривается как одна из потенциальных площадок для встречи господина Ким Чен Ына и господина Трампа. Так каковы, на ваш взгляд, шансы, что это будет именно наш город? Владивосток – это великолепный город мирового класса, и все возможно в Владивостоке. Но пока не было сделано официального заявления от Белого дома, и я бы хотел, чтобы именно такое официальное заявление о предстоящей встрече было все-таки сделано Белым домом. Мне бы хотелось отметить, что уже уровень напряженности совпадает, уже открылись дипломатические каналы и связи. Это было невозможно представить буквально шесть месяцев назад. Буквально перед нашими глазами сейчас делается история. Уже со стороны Пхимьяна было объявлено о приостановке ядерной программы. Даже еще саммит не имел места, но при этом мы уже увидим шаги, которые были проделаны в этом направлении. Это хорошо для всего региона Северо-Восточной Азии, для всего региона Восточной Азии и для всего мира в целом. Так как именно риск, который исходил от Северной Кореи в отношении потенциальной ядерной войны, он был велик. И президент Трамп, когда получил послание от предшественника на президентском посту в качестве проблемы и риска наивысшей степени, это именно была как раз ядерная программа Северной Кореи. Случится ли этот прогресс? И сейчас стоит отметить, что как раз эти действия происходят в этом регионе и перед нашими глазами. А случится ли это в Владивостоке или нет, это уже покажет история. Вы в прошлом рок-музыкант. Вообще это достаточно редко, когда человек политики является человеком творческим изначально. И еще вы самый молодой посол за всю историю США. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу, ваши мысли на этот счет. Очень интересно. Ну, дипломатам тоже необходимо крутой ритм поддерживать. Моей мечтой было все-таки стать музыкантом, но мой музыкальный коллектив все-таки был не настолько успешным. И, к несчастью, в качестве подростков нам необходимо было вернуться опять к реальной жизни. Желание заниматься музыкой никуда оно не делось. Я периодически выступаю. Например, буквально несколько недель назад я участвовал в репетиции с одним из российских рок-ансамблей. И я надеюсь, что в следующем месяце мы выступим вместе на сцене. Сегодня я посетил фотовыставку в Владивостоке, посвященную рок-н-ролу. И мне было очень интересно посетить и узнать, что повлияло на рок-н-ролльную сцену в этом городе. И мне кажется, с самими вопросами я даже удивил кураторов этой выставки. Не ожидали просто таких вопросов от меня. А в отношении же моего увлечения это всего лишь дополняет мою работу. Так как в качестве посла мне необходимо взаимодействовать со всеми своими обществами. Включая и музыкантов, и включая любителей рок-н-ролла. То есть все-таки прошлая музыкальная, точнее даже настоящая ваша музыкальная карьера, она помогает в чем-то в работе. А не секрет, с какой из рок-команд вы выступали, репетировали? Чикаго-вич. И для меня было большой честью получить возможность выступать с ними. И мне кажется, я надеюсь, по крайней мере, в ближайшее время нам удастся выступить на сцене. И это будет просто хитом. Вы сообщите, когда можно будет увидеть выступление. Of course. Конечно же. I will invite you. Я вас приглашу. Thank you. Огромное вам спасибо за разговор, господин посол. It's been a great honor, Anna. Для меня была большая честь встретиться. Good. Thank you very much. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.